11 глава глава не так чтобы длинная но блин босс здесь будет очень сложный мы добраться до него просто сохранимся и продолжим сначала нырнем тут возьмем в коробе чекам и первую штукенцию ту самому дай бог памяти золотой медальон помогут плавать в этой игре тоже очень неудобно поэтому я тут круги наматываю пытаясь блин просто напросто снизится как говорится занырнуть поглубже так рыбешек надо избегать пока еще есть такая возможность они пока не агрессивные а потом начнут быть агрессивными но потом у нас подводное ружье собственно появится как сейчас я пытаюсь бы вынырнуть но при упорно не хочет так тут нам дали код от двери вещь полезная тут вот этот сюрюкен пригодится бы но из воды им орудовать никак нельзя я пытаюсь нет кулаком только бьет так мы отсюда надо срочно уходить рыбки уже разволновались здесь бы что то есть но слишком темно надо искать фонарик благо фонарик здесь недалеко то есть занырнуть как вот во второй части во второй части нырять на x было здесь на так вот теперь нам светло воздух кончается в реальном времени вот тут я окей не нажал мне пришлось все заново не все драгоценные секунды уходят теперь нормально но лучше уж плыть да немножко там здоровье будет уменьшаться 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 но я успею я успею я успел чем чуть-чуть и был бы не хорошо вот у нас теперь есть подводно ружье давайте закупимся благо деньги есть давай-давай 4 с кровей и дала я тебе 35 и да он мне большой эликсир которых у меня максимум значит он у меня потерянный да как был 5 так и осталось 5 больше мне его не предложит радость такая я вот не знал уже за 35 скрабеев давать большой эликсир лечение который стоит 5000 санкции я считаю что что-то маловато награду то какая-то не с размерная я бы сказал затраченным усилием так теперь нам надо залезть но это не так просто потому что плинский ежик здесь нет кнопки прыжка то есть он не может выпрыгнуть из воды если нажать а он может как раз таки занырнуть только благодаря этому то есть управление максимально кривое максимально вот у второй части там из воды можно выпрыгнуть нажав кнопку прыжка это гораздо удобнее здесь вот именно из-за того что блин заныриваешь ты тоже на кнопку прыжка он может из воды вылезти только автоматически то есть ты подплываешь к какому-то уступу он за него автоматически хватается это все драгоценное время вот эту штуку на экипируем вещь полезная она даже и под водой и в воздухе работает отлично кстати никогда не пробовал какого босса завалить этой хреновиной наверное это возможно по идее вот они опять большой эликсир чуть не эликсиров задавали просто цел кучу вот здесь вот жизнь богов это хорошее дело и давайте сохраняться ну сохранились и погнали можно уже вставить один из медальонов чем я в собственно и займусь боссы эти инферно всех парень ну почти всех золотой медалью нас установлен надо искать серебряный он как вводится в самый-самый сжат здесь я еще вспомнил как-то потому что я заблудился такое бывает пещерку он не заметил теперь-то я ее заметил не открывается заперта неизвестной силой теперь можно пострелять рыбок страшное создание конечно мутанты какие-то я бы понятно финды разобрались они нам не мешали теперь наша задача в принципе найти себе баллоны кисточку кислородные для подводного мать его плавания тут конечно же вертолетики это те еще тварюги взяли как это вообще называется рычаг теперь нам надо подняться по идее подняться можем только в одном месте но постоянно вот не дают вот эти вот говнари не получается даже вылезти потому что анимация вот срабатывает они они отбрасывают этим лучом вы тоже смотрите что творится бесит серьезно бесит такой подход к управлению это все что надо было сделать я мое раз так и все больше нам никто не помешает а и 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 в и и и а и и вот то что нам надо теперь можно не беспокоиться о воздухе Продолжение следует... 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 Ну, понятное дело, сейчас опять резкие пацаны устроили нам засаду, но с вигурским цепом эти резкие пацаны уже ничего не могут сделать. И все пацаны, в сейфе опять что-то спрятали, лево-лево-право-лево, так вот надо крутить, лево-лево-право-лево, и нам тут дают еще одну душу демона для усиления нашего нимба. Тут я проверю, я забрал, я забрал, ну, молодец. Все, можно теперь отправляться на битву с боссом этой главы. На самом деле, по-моему, самый сложный босс вообще в игре. По крайней мере, к нему нужен особый подход, чтобы его победить. мне кажется, что-то он самый сложный. Так, сохраняемся. Идем. На самом деле, тут я неудачную попытку покажу тоже, чтобы вы имели представление, насколько сложно с ним драться-то. Ну, вот он стоит в деку. Неудачный, ну, этот самый, как я, защитник драконьего меча, чья миссия окончилась неудачей. Что, говорит? Мне снова забрать твою жизнь? Ну, мы помним, что он убил Рю, его потом воскресил какой-то орел. Какой-то дух. Ну, это все, это японская эзотерика, я в ней не силен на самом деле. Может быть, в комментариях кто-то напишет, что это был за орел. Какого, собственно, духа он овецитворяет. Ну, сейчас уже все-таки плох этот дядька. Дядька этот плох тем, что он все, мать о, блокирует, когда захочет. То есть, к нему вообще на расстояние удара лучше не подходить. Нужно ждать момент. В принципе, показываю, насколько он суровый, если действовать необдуманно. Одной комбой он мне все хп снимает, да? Это я понимаю. Это я пытаюсь его так же, как мурая подловить. Это можно сделать. Но все-таки. Все-таки не рекомендуется. Минт, кстати, он тоже блокирует. Если вы меня спросите, а что ты минту не используешь? Он тоже от него хорошо так уворачивается. Он все-таки смог, а я не смог. Так, ну вот, теперь будет попытка номер для меня 555, а для вас вторая. Жесткий гонюк. Очень жесткий. Десять минут я угасил. Десять минут я угасил. Получил щит. Весьма так не кисло. Он еще говнюк вот лечится, да. Он и так умеет. Ладно. Конечно. Вот Jr. он все блокирует как бы единственный вариант который я в принципе понял что когда он делает выход вот этот вот конкретно он на несколько секунд ну буквально одну секунду наверно становится открыт то есть он не блокирует атаки поэтому нужно от его вот этого выпада уворачиваться потом резко к нему подскакивать и бить это единственный вариант но при этом не попадаться на захват и вот так может произойти он полностью собака полечился но чтобы не попадаться к нему на эти захваты нужно просто не жадничать надо максимум три удара нанести и отскать а я как всегда стараюсь закончить а быстрее тут не получится сейчас забываю про эту морозную свежесть а а а и а и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Бой трудный, скучный, напряженный Это единственный вариант Другого варианта его заварить вообще нет Вот три удара отскакиваем Вот это вот, правильная тактика Ага, сейчас захват хотел сделать Полечиться оно вздумало Это было вообще нечестно На самом деле Я сделал два удара Ну, пробую немножко, конечно Поздно их сделал Поздно их вздумало Поздно их вздумало Это еще камера долбанная Постоянно норовить его за кадра Убрать А шевелить камерой Во время битвы с боссом вообще нельзя Вот это я злея Хорошо, хоть он захват не сделал Если бы угла все печально Теоретически его можно и в этот момент ударить Вот когда он в эту волну пускает Если к нему в это время подпрыгнуть Можно нанести теоретический удар Но я предпочитаю не рисковать Субтитры сделал DimaTorzok Опа Субтитры сделал DimaTorzok Так, еще чуть-чуть тебе Дружочек Давай Давай выпад Радость Опять он Непонятно, что он будет делать сейчас Потому что опять камера Решила его за кадров Увести О, наконец-то Готов Где этот меч темного дракона? Он будет уже В руках императора А ты, по идее, от нас мало чем отличаешься Выгод черпаете силу В принципе Из того же источника, что видит Финды Моя ненависть не будет так просто Уничтожена Сейчас воскреснет А вот это я не паил Он сказал Короче, пробуждение финдов Нас ждет Что-то нехорошее Короче Вместо того, чтобы Рюхе помочь Выбраться Взяла и сбежала А нам придется Вот эти вот Платформы потом двигать Не на южу это место Так, ну и че Какой рейтинг Ученик ниндзя